Всем привет! Сегодня у нас жарища плюс 40, передают это в тени, но пока еще адская жара не пришла, пока еще не обед, я выбежала пересаживать экстренно наши растения, саженцы, которые уже укоренились. Уже они просто просят о помощи, быстрее-быстрее пересади, видно уже по листикам не хватает питания, Женю этой маленькой плошечки устали, поэтому пока есть время занимаюсь. Здесь я укореняла гранат, это редкий сорт, это черный гранат, я вам его показывала как-то, когда-то черенковала года два назад, ну и сейчас черенкование прекратила, хотела дождаться плодов. Он хорошо отрос, и я решила его начеренковать. Черенковала я его зимой, у меня всегда гранаты это зимнее черенкование. Здесь мы видим неприжившиеся, мы их конечно же просто убираем, они нам не нужны, и в итоге два не прижилось, и раз, два, три, четыре, пять, а, еще один не прижился, три не прижилось, и четыре, как вы видите, с хорошей красивой листвой прижились. Гранат черный, очень редкий, это крупноплодный гранат, это не тот, который 8-болл, да, восьмой шар черный, это другой, это крупноплодный. Ну, название подпишу к видео, посмотрите, и описание. И вот в таком маленьком стаканчике я его черенковала, и давайте посмотрим. Уже через стаканчик, конечно, видны эти шикарные корешочки, вы только посмотрите, сколько их. Конечно, он уже давно укоренился, но вот так стоял, и это, конечно, отличный просто результат. Я вот, знаете, это как моя медитация, доставать из горшочка корешки и наблюдать за ними. Вот это вот просто, то есть я радуюсь, радуюсь каждой мелочи. Ну, и, конечно, как их рассаживать. Торф здесь использован легкий, поэтому он очень хорошо у нас здесь должен разделиться. Но так как корней много, конечно, некоторые могут из них пострадать. Поэтому вот такими просто пружинистыми движениями мы начинаем наше разделение. Немножко здесь заранее внизу, вот так, пальчиками пробиваем грунт, разделяем, отделяем корешки от грунта, чтобы это было еще более рыхлое. Ну и вот постепенно вот так пружиним и выдергиваем, можно так сказать, из общей массы вот такие саженцы. Первый готов у нас. Посмотрите, какой красавчик. Так, далее. Давайте вот этот большой отделим. Там корешочков, конечно, тоже много. Но так вот аккуратно, без фанатизма. Ага, смотрите, вот это все отваливается. То есть я говорю, не все корешки прям сохранятся, но это даже и хорошо. Повредили корешочки, быстрее нарастут новые. Но это вот прекрасный результат для такого саженца. Видите, полностью вам его в кадр показываю. Дальше еще два. Вот они так сплетены, поближе вам покажу. И мы их начинаем разделять. Просто как бы отрываем, но немножко пружиним, чтобы запутались, чтобы немножко вот как бы осталось и там, и там корешочков. Вот у этого получился шикарный, просто шикарный. А этот, посмотрите, имеет совсем чуть-чуть корней. Вообще не страшно, мы его пометим на горшочке галочкой, что здесь корней поменьше. И потом просто будем проверять. Вот такие вот у нас результаты укоренения черного граната получились в этом году. Сейчас я их буду рассаживать по новым горшочкам красивым. И потом будем ждать укоренения. Для посадки я беру вот такой высокий горшочек, набиваю его грунтом. Грунт у нас здесь легкий обязательно. Это торф и перлит. Самый простой вариант. Набиваем половину горшочка. Берем наши гранатики. Один гранатик. И вот так устанавливаем. Смотрим, чтобы здесь еще оставалось немножко промежутка потом для воды. И просто заполняем грунтом. То есть посадка это, конечно, уже самое простое, самое легкое дело. Смотрите, как оно все у нас тут происходит. Классно. Укоренение гранатов не стопроцентное, но очень, все равно очень хорошее по сравнению с количеством неприжившихся черенков. И прижившихся. Уплотняем немножко грунт. Немного надавливаем. Прижимаем наш саженец, чтобы он не болтался в горшочке. Здесь у нас такой маленький, небольшой, но корешков там уже прилично. Поэтому тоже его оставляем. Сейчас они отправятся в полутень на доращивание. Еще, конечно же, я подцеплю удобрений. Под стригом несколько раз, чтобы они набрали свою листовую массу. И после этого, примерно через месяц, может быть полтора, гранатики поступят в продажу. В общем, вот такие вот классненькие. Нужно только подождать, пока они подрастут. И, конечно же, чуть окрепнут. Потому что в таком виде, конечно, в продажу они не идут. То есть это у нас стартеры. Заготовочки. Черный крупноплодный гранат. Продолжение следует.